Мы выходим, они не обращают внимания. А кто сказал, что будет легко? Вот еще один любопытный эпизод из беседы Удальцова со своим грузинским куратором Таргематзе. Обсуждая марш миллионов 12 июня, лидер Левого фронта решил покритиковать Гарри Каспарова. 12-го они, скажу честно, они все испугали. Они немножко... Штаны на машине, как говорится. Гарри вообще исчез куда-то. Гарри, знаете, Гарри, что... Гарри в плане общей поддержки абсолютно в этом направлении, но у него настолько свои здесь расписаны, командировки, что он не может играть в какой-то там усыжающий игрок. Он поддержит, когда надо, когда будет, а когда нет, не будет, но не будет. Обратите внимание, Гиви четко дает понять Удальцову, что Гарри Каспаров делает то, что нужно, выполняет свою задачу. Гарри Каспаров находится на самом высоком иерархии нашей оппозиции, потому что Гарри Каспаров – это тот человек, который может войти в любые кабинеты в Соединенных Штатах Америки, потому что он гражданин США. Во-вторых, ну, кто будет с Удальцовым разговаривать? Сорос будет с Удальцовым разговаривать? Или как? Вице-президент будет разговаривать с Удальцовым? С Немцовым-то не всегда разговаривают. А с Каспаровым, так как он чемпион мира, так как он является, входит в мировую элиту, с ним будут разговаривать. Соответственно, я думаю, что ведет переговоры лоббистские и финансовые – это именно Каспаров. 27 августа Каспаров, компания Немцова, Яшина, Анастасия Удальцова и депутата Гудкова-младшего вылетели в Таллинн. Цель поездки – встреча с депутатом Европарламента Кристины Ойланд. А главная тема – подготовка к выборам в Координационный совет российской оппозиции. Кроме того, российские политики встретились с сотрудниками так называемого Балтийского центра. По некоторым данным, эта организация работает под контролем посольства США в Эстонии и занимается сбором разведывательной информации о России. Некоторые лидеры российской оппозиции являются агентурой некоторых посольств на территории Российской Федерации. Это очевидный факт. Они, в общем-то, даже, я говорю, они уже даже и не скрывают это. Эта съемка была сделана 4 июля в День независимости Соединенных Штатов. В московском офисе Бориса Немцова встречают американских конгрессменов и сотрудников посольства США. Факт переговоров широко не афишировался. Более того, в конце вечера хозяин офиса вышел через черный ход и попытался от прессы сбежать.